котел сердце отопительной системы любого загородного дома или дачи да и в квартирах подчас он становится необходим особенно в зимнее время года сегодня вы узнаете какие бывают котлы и как сделать правильный выбор котлы подразделяются прежде всего по виду исходного топлива на сегодняшний день это 4 основных вида твердое топливо это дрова и уголь дизельное топливо газ и электричество твердое топливо по экономичности стоит на втором месте после газа но твердотопливные котлы очень трудоемкие в обслуживании плюсы топлива его можно не просто купить а взять отходы древесины и пиломатериалов и тем самым сэкономить немало деньги для бюджета второе простота в обращении третье быстро разогрев системы отопления за счет поднятия высокой температуры в котле то есть температуру можно поднять под 100 градусов после того как учились плюсы наступили минусы и так низкий кпд 70 80 процентов невозможность работы в автономном режиме часто загрузка топливом часто это где-то через четыре часа очистка зольника от продуктов сгорания сажу необходимо убирать снизу грязная обстановка в котельной если происходит отключение электричества то насос перестает перекачивать теплоноситель а котел в свою очередь продолжает работать нагревая внутри себя теплоноситель тем сам создавая избыточное давление твердотопливный котел невозможно остановить тем более когда он работает на угле или на дровах это не газ не дизель он будет выделять тепловую энергию это очень опасно так как может вывести систему отопления из строя поэтому рекомендуем ставить бесперебойный источник энергии сейчас некоторых котлах стали установить регулятор тяги которая работает при нагреве теплоносителя принцип работы вопрос при нагреве шток установлены в него при помощи цепочки закрывает зольник нижний поддув как только теплоноситель остывает происходит его открытие и тем самым поддержка заданной температуры в радиаторах на регуляторе тяги нанесены метки с указанием температуры которую вы хотите установить перед монтажом котла вам необходимо установить дымоход дымоход может быть сделан из стали и нержавейки или выложен кирпичом также дымоход может быть в виде сэндвича это нужно для того что переходить как это перекрытие и чтобы не обжечься от него твердо топливные котлы часто используются как резервный котел на случай если вдруг отключат основной вид топлива также его можно использовать и как вспомогательный котел сначала с его помощью разгоняйте систему до нужной температуры а потом включаете например электрический для поддержания заданной температурой дизельные котлы дизельные котлы как правило устанавливаются на пол имеют в своем арсенале принудительную систему выброса отработанных газов всевозможные датчики защиты свой программатор обязательно установка стабилизатора напряжения очень важная вещь на самом деле потому что у котла есть свой компьютер и работает он от напряжения которая наша выходила из стабилизатора для подключения котла вам понадобится емкость для дизельного топлива который устраивает в помещении или закапывают на улице минимальный объем такого бака от 750 литров и выше надо помнить для работы дизельного котла применяется зимняя и летняя солярка обслуживаться такие котлы не реже одного раза в год это замена или чистка форсунок а также замена фильтра который будет из топлива плюсы дизельного котла низкая себестоимость поддержание в заданной температуре в доме полностью автоматизированная система минусы шум при работе второе высокая стоимость солярки это самый главный критерий почему его не ставят место для хранения из топлива и наконец обслуживание котла электричество до сегодняшний день самый дорогой вид топлива но если нет газа то по многим критериям электрический котел выиграет у остальных у него нет вредных выбросов в атмосферу поэтому он экологичен не требует строительства отдельной котельной и дымохода у него всегда высокий кпд если вы решили отапливать свой дом при помощи электричества то стоит обратить внимание на то что электрические котлы небольшой мощности бывает в двух разных исполнениях однофазные 220 вольт и трехфазные 380 вольт электрические котлы мощностью более 12 киловатт обычно производится только трехфазными перед пуском электрокотла необходимо знать какую мощность могут выделить вам для нормальной работы электрокотла простой пример на вашем доме установлен входной автомат на 16 ампер чтобы узнать какую нагрузку он выдержит надо 16 ампер умножить на 220 вольт и получится 3520 ватт мощность вашего котла не может быть выше или более 3 киловатт или 3000 ватт что одно и то же подавляющее количество электрокотлов мощностью свыше 6 киловатт выпускается многоступенчатыми что позволяет во-первых рационально использовать электроэнергию а во-вторых избежать резких припадов напряжения какие плюсы и минусы у электрокотлов начнем с плюсов первое не требует дымохода бесшумный не требует никакого обслуживания автоматически держит заданную температуру в доме очень низкая себестоимость недостатки то есть минусы большой расход электроэнергии плохая работа котла при падении мощности электроэнергия электрозависимость полная самые популярные котлы газовые они экономичнее жидко топливных электрических примерно 12 раз при выборе бытового котла работающего на газе в первую очередь нужно определить где он будет находиться на полу или на стене напольные котлы долговечны срок службы например котла с чугунным теплообменником достигает 30 лет напольными котлами можно отопить любую площадь в большинстве бытовые котлы не требует подключения к электричеству и если у вас дома отключат свет отопление все равно будет работать настенные газовые котлы очень удобны в том плане что при их монтаже не требуется монтировать дополнительное оборудование они просты в управлении и вписываются в любой интерьер котлы бывают одно и двухконтурные одноконтурный котел предназначен только для отопления дома двухконтурный котел для отопления дома и приготовления горячей воды ваш котел может работать только на отопление а может еще и обеспечивать горячее водоснабжение для хозяйственных нужд в этом случае следует выбрать двухконтурный котел при этом стоит учесть что приготовленной воды в таком котле обычно хватает на одного, максимум двух потребителей. Если точек возразбора больше, чем две, то вам поможет бойлер косвенного нагрева, объемом от 75 до 600 литров. Котел с таким бойлером может удовлетворить любые потребности в горячей воде. Существуют котлы со встроенным бойлером нагрева воды с объемом от 45 до 60 литров. Если вы не собираетесь жить в загородном доме зимой, то лучше установить одноконтурный котел и залить в него незамерзающую жидкость. Так как у двухконтурного котла неудобно сливать воду перед зимой, есть опасность замерзания остатков воды в трубопроводе и тем самым выхода котла из строя. Газовые котлы могут работать как на сжиженном газе газобаллонов, так и магистральном газе. Работа котла на сжиженном газе крайне неудобна в зимнее время. Замена газовых баллонов по 50 литров происходит через день. Но если к вашему дому подведен магистральный газ, то у газового котла просто нет недостатков. Есть котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. В отличие от открытой камеры закрытой, воздух поступает и удаляется через две отдельные трубы или через коксиальную трубу. Коксиодальный дымоход это труба в трубе. Такой дымоход отводят отработанные газы не через крышу дома, а непосредственно через стену, на которой и установлен газовый котел. И воздух для работы котла всасывается также через ту же трубу. Обычный дымоход отводит отработанные газы через крышу. Между этажами устанавливаются сэндвич трубы. Это труба в трубе, между которыми находится базальтовая вада, которая является теплоотражателем и не дает верхней трубе нагреваться. При покупке газового котла всегда спрашивайте, какой дымоход у того или иного котла. Чтобы правильно выбрать мощность котла, воспользуйтесь простой формулой. 1 кВт примерно на 10 квадратных метров. Окончательный выбор котла задача непростая. Нужно учитывать и индивидуальные особенности дома. Помните, что вы выбираете технику со срока службы на десятки лет.